Знать, чтобы помнить. Диктант Победы прошел на 27 тысячах площадок во всех регионах России, а также в 60 странах мира. Белгородская область не исключение. К примеру, в Старомосколе, в школе номер 24, на вопросы отвечали 90 десятиклассников. Среди тех, кто заранее зарегистрировался на площадке и пожелал удачи школьникам, глава округа Андрей Чесноков. Дорогие ребята, важно сегодня помнить свою историю. Важно не забывать и важно, передавая ее своим детям и внукам, понимать, что каждый гражданин нашей страны, каждым своим делом делает вклад в ее великое будущее. В диктанте Победы 25 вопросов, 15 из которых предусматривают ответы по выбору. Остальные нужно решить самостоятельно. На испытания 45 минут. Учащиеся, конечно же, не могут пользоваться телефоном. До начала исторического диктанта у каждой аудитории определяется организаторами этого диктанта. Они читают инструкцию, они знакомят участников диктанта с правилами поведениями, говорят о том, как они должны себя вести. Ну, собственно, здесь условия приближены к условиям издачи единого государственного экзамена. В этом году отдельный блок заданий посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, движению советских войск, юбилеем писателей-фронтовиков. Самое сложное, вторая часть была. Потому что, да, с тобой варианты, конечно, полегче. А во второй части уже подумать надо. Я эту тему регулярно изучаю, потому что это моя история. Ну, не так уж и сложно было. Среди тех, кто проверяет свои знания, и преподаватели. Каждый раз все равно узнаешь что-то новое. Вот я безумно люблю историю. Я очень люблю историю Великой Отечественной войны. Поэтому я руковожу музеем. Все равно я понимаю, что это такой, ну, огромный объем, что я, даже я, который влюблен в это дело, это многое не знаю. Здесь, кстати, из 25 вопросов у меня вызвало затруднение. Один только. Я его поставил наугад. Не знаю. Все остальные не так уж и сложные были. Цель диктанта – изучение Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности. В прошлом году число участников составило почти 2 миллиона человек. В этом году организаторы обещают перешагнуть эту планку. Оксана Черных, Дмитрий Жиляков. Такой день на мире Белогорья.